Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня генерал Союза Советских Социалистических Республик Владимир Александрович Кричков прибыл с визитом в Минск. В состав делегации, сопровождающей генерала, входит министр внутренних дел СССР Борис Пуга, министр обороны СССР Дмитрий Язов, председатель Крестьянского Союза СССР Василий Стародубцев и президент Ассоциации Государственных Предприятий и Объектов Промышленности, Строительства, Транспорта и Связи СССР Александров Тизяков. Белорусской Советской Социалистической Республике только что завершились выборы, в ходе которого белорусским народом единогласно был избран на пост президента Республики Станислав Станиславович Шушкевич. В центре города Минска состоялась беседа между товарищем Кричковым и новым белорусским президентом. Товарищ Кричков поздравил товарища Шушкевича и товарищ Шушкевич подтвердил приверженность белорусскому СССР к выполнению плановых заданий за 1992 годом и принципом дружественных отношений между СССР и остальными народами Советского Союза. Владимир Александрович и товарищ Шушкевич дальше выразили единодушное одобрение инновационных планов для строительства новых квартирных комплексов, школ и детских площадок Белорусской СССР. В этот имеющий историческую значимость день товарищ Кричков также посвятил памятник министру обороны СССР Дмитрию Тимофеевичу Язову, за его роль в защите советской идеологии и сбережения коммунистических ценностей. Напомним, что год назад Генералитет СССР и члены Госкомитета по чрезвычайному положению во главе с Владимиром Александровичем Кричковым сумели спасти Советский Союз от полного развала. В ходе этих усилий ключевую роль сыграл товарищ Язов, успешно проведший операцию по задержанию бывшего лидера радикальной оппозиции Бориса Николаевича Ельцина. Его чрезменные старания обезвредили западных агентов столицы, которые занимались фальсификацией восстания против советского народа и советского строя, как политического, так и экономического. Несмотря на экономический ущерб, причиненный событиями прошлого года, половой национальный продукт опять становится на ноги. За последний год, с конца нового смутного времени, экономический рост составил 4%. Особые успехи замечены в области сельского хозяйства. С наступлением нового года учеными Всесоюзного НИИ Агрохимии имени Прянишникова было создано новое азертированное удобрение, уже увеличивающее урожайность зерна и картофеля с момента его первого использования 2 месяца назад. Такие агрономические подвиги сразу дают о себе знать в продовольственных магазинах. И мы пошли в один из гастрономов в столице, расположенный в Черемушках, на третьей улице строителей. От пола до потолка этот магазин полон молока, хлеба и картошки. Это уже поразительная разница по сравнению с ситуацией при предыдущем руководстве нашего союза. Люди больше доверяют себе и своему экономическому положению. Знаете, это все благодаря Владимиру Александровичу. Все благодаря людям. Без него вне было и такими голодными. Он делает столько много для нашего хозяйства. Посмотрите, в прошлом году не было никаких продуктов. А теперь все ест. Даже масло и мясо. На следующей неделе товарищ Крючков будет ехать по стране на встречи с сельскохозяйственными коллективами, чтобы обсудить дальнейшие планы. О потенциальных результатах проведения новой сельскохозяйственной программы нам рассказывает наш экономический обозреватель Иван Валентинович Шардаков. Итоги сельскохозяйственного производства за последнюю полгода уже перегнали предыдущий урожай. Все отрасли рентабельны и быстро развиваются. Рост особенно наблюдается в количестве молока, произведенного нашими колхозами. Производство молока повысило на 2 раза до 700 центнеров на 100 гектаров советской земли. Более того, стоимость молока снизилась. Но молоко остается рентабельным и качественным продуктом. Прибыль, полученная колхозами за производство молока, остается высокой, 50 копеек. Значит наши смелые колхозники получают больше за их усилия. Например, члены колхоза Светлое Будущее вместе зарабатывали за последний срок свыше 38 тысяч рублей. Агрономические подвиги нашего союза приносят нам славу по всему миру.